Как вы понимаете выражение «осознанное потребление»? Ну, самое главное слово в этом – это «осознанное». Соответственно, все поступки, которые мы делаем, в том числе и покупки, должны быть не импульсивными, а надо заранее думать, глубоко анализировать все, что вы делаете. Нет какой-то, мне кажется, идеальной схемы того, как это должно выглядеть, потому что у нас у всех разная жизнь, и каждый для себя решает, что ему комфортно, что ему некомфортно. Но важно действительно перестать сметать все с пола. Нужно подходить очень ответственно к тому, что ты делаешь, каждый свой шаг, в том числе в магазине, когда вы что-то берете, у вас должен прям включаться механизм, насколько мне это нужно, что я буду с этим делать, что я буду делать с упаковкой, могу ли я ее сдать в переработку, или если не могу, тогда что я буду с ней делать. То есть получается очень много пунктов, о которых надо задуматься, не просто вот мне нужна сметана, а вот что вообще дальше я буду делать с этой сметаной. Это максимальный образ моей жизни, мысли. Я практикую его не только в покупках, я практикую его вообще везде в своей жизни. То есть я каждый раз думаю, а нужна ли мне какая-то встреча, а нужно ли мне какое-то действие, которое я совершаю. Я продумываю все дальнейшие его последствия этого действия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!